всем привет с вами пол 419 и это еще один ролик про резист почему говорю еще один потому что прошлом году я делал 2 что это вообще за игра и почему они рассказываю что она себе представляет может посмотреть прямо очень подробно там два больших ролика это одна из моих любимых игр я на квесте в нее наиграл там что-то около 20 часов тут в принципе чем заняться конкретно этом обзоре очень кратко что это за игра почему я купила второй раз в стиме и как русифицировать что такое резист резист это экшен в открытом мире не так чтобы он прямо очень большой был ну скажем так это грубо говоря город на острове город чем-то похожий на мир расседж если вы играли когда-то соответственно в этом городе вы можете делать несколько вещей но у вас есть сюжетка по которой вы идете у вас есть по бочке самое главное в игре конечно перемещение на тарзанках рюках не знаю называет это как хотите можно сказать что это человек-паук вторая важная вещь это перестрелки с робозами можно сказать что это робо рекол плане том что аркадный пострелушки даже патроны пережить перезаряжать не надо вот бесконечные патроны третья вещь как я сказал по бочке который вам придется выполнять чтобы прокачивать опыт то в игре есть прокачка это тоже важно вы можете там прокачать замедление времени jetpack оружие новые получить улучшить старые так далее так вот вы идете по сюжету потом вам говорят вы можете выполнять по бочке которые могут представлять на себя либо какие-то головоломки нескольких видов либо гонки на время там пример пролети через кольцо либо тиры там постреляю робота вот в этих вот футуристических локациях скажем так и так далее в целом все это получается довольно интересно и как я сказал я наиграл к тут около 20 часов геймплей мне здесь безумно нравится полеты такого есть подобные игры на честно говоря вот это по моему лучше что видел в таком жанре тем мне обиднее что игра мало известно надо с пор мало известно хотя на квест она хорошо зашла так вот говоря собственно когда я узнал о том что она выйдет в стиме я решил что не сделать очередной ленивый порт как это у нас бывает возьму на старую графику вы хотят в стиме скажут на тём на тём ешьте короче и так чаще всего и бывает рот рабочие поступают но тем не менее когда я узнал что она выходит в стиме я стал ее ждать мы посмотрим что там будет вот она в стиме вышла почему вообще об этом рассказываю почему это важно и да я купил второй раз только на квесте я брал там за 20 долларов со скидкой там с купоном 30 процентов а здесь соответственно я взял там до 15 числа еще скидка до вечера так что у вас есть время купить не знаю когда там ролик выйдет за 340 рублей прям рекомендую единственное что если новички будут покупать бойтесь полетом на таразанках я думаю понимаете о чем я говорю несмотря на то что в игре особенно пока просто вагон настроек комфорт и все что только можно тем не менее новичкам это наверное будет сложно освоить так вот две причины по которым я купил игру в стиме второй раз первое и сейчас мы поговорим они значит первое это улучшенная графика я вам прямо сейчас вставляю бок о бок как говорится сравнение вы тут все видите сами как видите на пк графика стала в разы красивше и лучше я сравниваю подобное с подобным то есть это вечер в игре короче четыре времени суток это не спойлер это так будет по миссиям день вечер утро дождливая к слову и ночь есть еще кое-что о чем вам не скажу это спойлерами будет вам понравится так вот я сравниваю закат в закатом рубля вечер посмотреть как здесь светит солнце на пока то есть освещение в реальном времени сделали тени в реальном времени когда пешеходы ходят или машины ездят видно что от них тени отбрасываются обратите внимание также на то что это вторая причина по которой купил эту игру в стиме она у меня на русском в правой части идет или в левой куда там поставлю то есть она на на льду переводится как сделать этот перевод я расскажу как раз скажем так в конце ролика так вот графика реально стала охренений все вот эти реал-тайм эффекты так как которые они обсчитывают освещение тени и до нагрузка сразу сказать про нагрузку на мои 30 60 на медиум я играю сейчас через пика на настройках там 2048 2048 72 герца статтеров нет по моему практически никогда он только когда на самый вершин города залезаешь там видно что начинает лагать и конечно посмотрите сейчас здесь как здесь сделано вода по сравнению с тем же самым квестом то есть вот это графическая составляющая просто великолепно только из-за одного этого я уже готова тупо перепройти вот на мы подлетаем как раз краю города посмотрите на эту воду это великолепно и вторая вещь которая как я сказал довольно важно в игре есть сюжет то есть квесты вы поймете принципе без перевода но если не совсем вот там квест буквально из трех строчек там найди башню убей робота но в игре есть сюжет довольно много говорили плюс в игре есть прокачка как я сказал и вы можете видеть что меня она тоже переведена не всем будет удобно на английском все вот это читать к искал грана много часов будет заводить за два часа не пройдет то есть первая причина эта графика улучшенная абсолютно никаких вопросов и вторая причина за то что ее можно перевести игра сделана на юнити и о том как и перевести я расскажу вам дальше не переключайтесь первому скажу как все это дело расифицировать там ничего сложного главное быть внимательными я покажу на примере окулус версии кстати если вдруг кто-то купил эту игру на квесте тогда год назад как и я то приятный факт что он дает версию для пока бесплатно в steam в этом укус магазине может скачать оттуда играю я сейчас через steam я купил стиме как я сказал про то что далее и бонусом здесь уже узнал потом но опять же честно говоря когда я запустил через vd на пить и окулус версия там просто жуткие тормоза и тачи не работают так что steam версию возвращать не буду продолжу играть на ней но steam версию уже расифицирована поэтому сейчас я покажу вам как расифицировать окулус версии там смысл тот же самый вообще если вдруг кто-то что-то не курит у меня на сайте есть статья там не только про перевод зенита там про перевод игр на unity вообще в том числе это руководство она расписана по шагам если вдруг где-то вы не поймете ссылочку в это писание почитать так что нужно сделать сначала вы идете в ссылочку описание качайте мой архивом 20 резист рост рус он выложен вот этот архив он выложен на яндекс диске но смотрите еще записываю этот ролик в середине декабря 2022 не знаю куда бы тебя смотреть я записываю пока еще игра никаких обновлений не имеет инструмент русификации есть те которые есть то есть вы будете смотреть через год игра обновиться и будут уже русификаторы другие она может и не заработать поэтому имейте виду то есть это записано актуально на момент записи дальше в этот архив куда-то извлекает достали дальше открываем папочку сыграть я думал где у вас стоит игра вы сможете найти сами моем случае она вот там стоит видите путь в описании и видите те файлы которые есть и сейчас дальше запускаем вот этот мелан инсталлер мелан ладр как от у меня что меч видеть версии 0 5 и 7 здесь нам нужно через select выбрать где у нас стоит игра и выбираем нужный нам экзешник игры именно резид резис так за они вот эту хрень выбрали и нажали здесь на член стул происходит вот такая магия все он говорит что завершен завершена инсталляция дальше в корень с игрой то есть вот сюда мы никуда не уходили копируем из архива из вот этого с длинным названием неприятным вот это все выделяем и копируем никаких замен не произошло это сделали далее теперь находясь в папке с игрой запускаем резист экзо и вот тут будьте внимательны сейчас что будет происходить как говорится без комментариев начинается немного доса и дальше вот такая вот полосочка она будет идти в зависимости от вашего компа насколько долго это сделать в моем случае он сделает что за несколько минут на игра поставлена на ssd кстати тоже вам рекомендую сделать мало ли чего конце она должна вылететь с ошибкой потому что сейчас по сути мы запустили игру она запуститься не сможет потому что на данный момент мы даже шлем к пока не подключена такой первичный запуск все он выскочил кстати здесь он даже ошибки не выдал но когда через стима русифицировал пытался запустить ну и там стима рудовал ошибку шлем не найти но это еще не все важная фишка в том что эта штука должна вам создать вот эту папочку автотранслейтер если все правильно сделано вот этот папочку у нас появилась после этого в корень папки сыграть то есть все еще здесь мы никуда не ушли мы копируем этот файлик шрифтов вот эта длинная хрень чего там 2019 в корень это важно вот он добавился в папку автотранслейтер закидываем наш четвертый файл конфиг и не с заменой заменить да заменить готовилась должна быть вот такая конфигурация и в автотранслейтере должно быть вот так а дальше все конец вы подключаете шлем запускаете резист и у вас там все должно русифицироваться вот как у меня было я показывал вам этот кусок хотя мне прямо на лету это переводится если что-то пойдет не так не знаю у меня пошло так если что пойдет не так и даже значимому помочь потому что у меня это заработало и я вот так вот я буду дальше перепроходить единственная проблема с этим переводчиком то что там бывают некоторые репети короткие сильно и он не успевает перевести потому что там бояка какая работает и всей хрени то что он берет какую-то фразу лезть в интернет на лету и переводит и вставляет обратно вот до чего техника дошла поэтому если там слишком короткие предложения тонах как-то не будет спивать прорабатывать и часть можете непонятно по большому счету сюжет вы я думаю уникните да и вот прокачку ветки прокачки гораздо приятнее видеть на русском не так ли и квеста там эти тоже будут показаны все на русском так что думаю не добудетесь в принципе это все игра интересная игру рекомендуя я сейчас сейчас я на лон завис потом когда пройду лон надеюсь его пройдут то я попробует резист при пройти до камере до того момента до куда я смогу там потому что есть такие жопные миссии жопа сгорательные это жопа поджигательные которые не очень уверен что буду хотеть переигрывать но попытались потому что как бы картинка огонь плюс сюжет наконец-то вникну я на английском прошел то есть стимул разобраться с этим есть но лично для меня вам также рекомендую 349 рублей особенно по нынешним временам за нормальную игру это копейки вылет она не как вот эти обрубки из которые там в следующем году будут выходить на квест а по людске она выглядит там можно играть ну и да обязательно посмотрите те два ролика в них я более подробно показывают как я летаю стреляю вот это все действие маленькая нарезка до ближайшее время у меня будет еще один ролик про перевод игр там прямо можно перевести практически все что угодно но с использованием пике 4 такой спойлер так что подписывайтесь на канал кто еще не подписан почитайте не спойлер тизер почитаете статью на сайте по перевод игры там не только про этом про русификацию зенита там есть например если у него играли про перевод видео на лету и так далее на этом у меня все с вами был куда может поддержать мне финансовость хотите ссылочка также будет сразу описание первой те потому что монетизации нет и ваши доната по сути единство 6 получать ютуба у меня на этом все с вами был то 419 до новых видео всем пока